Великий Данте нам немало рассказал об Аде. Хороший у поэта был фантазии полет. Структуру строгую обрисовал, все сделал так, как надо. Преддверие, девять кругов, чистилище. Толковый он продемонстрировал подход. Грешников по кругам распределил, как надо, по заслугам. Всех вспомнил, всех уважил и пристроил тоже всех. От анонистов и обжор до подлецов и зластолюбов отметил каждый человеческий он грех. И даже тех, кто не грешил, так как всего боялся, даже и тех отметил, но ни в рай, ни в ад их не пустил. Того, кто в малодушии своем от доли от великой отказался, в преддверии ада Алигери поместил. Немало рассказал про ад великий итальянец, но все же он всего лишь рассказал. Его рассказ дополнил Босх, великий нидерландец, который ад во всей красе нам всем наглядно показал. Он показал нам на своих картинах человеческие души, страсти земные, смертные грехи и страшный суд. Людей показывал он изнутри, а не снаружи. Ведь страшно многим в свою же собственную душу заглянуть, чтобы мы знали, чем кончаются веселые забавы и, взвесив за и против, шли на всякий грех. Он, триптих, семь смертных грехов нам всем представил и сад нарисовал земных нам наслаждений и утех. Неудержимая была фантазия у Босха. Несуществующее превращал в реальность он. Намного живописец обогнал свою эпоху. Спустя пять сотен лет сюрреалистом стал духовным он отцом. Рок-музыканты тоже любят Босха. За его творческий, безбашенный подход. За его полный и глубокий вынос мозга. За то, что его живопись идеи им дает. Рассматривая сады Босха и считая круги Данте, наивно люди думали то, что про ад узнали все. Но представление об аде уточнил им век двадцатый. В те времена до зверств таких не смог додуматься никто. Концлагеря, камеры газовые, печи, иприт, фасген, напалм и люизит. Бомбы неплохо убивают и калечат. Ядерное лучше всех, даже металл горит. Ну а названия какие? Под стать босховским картинам. Хатынь, Волынская резня, Освенцим, Бухенвальд, Толстяк, Малыш и Нагасаки с Хиросимой. Даже не представлял и ироним, что можно рукотворно и масштабно и главное реально создать ад.